Редакторы и руководители всех ведущих магнитогорских средств массовой информации встретились в кабинете главы города. Предновогоднее совещание с представителями масс-медиа стало уже доброй традицией. Городоначальник уверен, разговор с представителями четвертой власти может дать новое направление для развития, ведь журналисты, как никто другой, знают все проблемы и чаяния горожан. Встреча носила больше неформальный характер, несмотря на то, что проходила в галстуках и в окружении телекамер. Глава города начал разговор с редакторами СМИ с подведением итогов работы, которая была проделана в 2018-м. На вопрос, доволен ли он сам результатами резюмировал, сделано немало, но хотелось бы больше и лучше. Часто задуманное бывает просто невозможно реализовать. Во-первых, бюджет ограничен, а во-вторых, подрядчики не всегда оказываются добросовестными. В этом году администрации города было выставлено более 50 претензий к подрядным организациям. Это означает перспективы будущего года или приоритетные направления, или те актуальные вопросы, которые вы выделяете, как первоочередные задачи юбилейного года. Приоритеты сегодня не меняются. Более того, еще раз я уже как-то говорил на встрече с коллективами, губернатор Борисович Дубровский поставил перед нами цель, как раз-таки усилить вот эту деятельность, вот это направление. Мы четко понимаем, что сегодня нужно. Я считаю, что он единственный верный посыл, единственное верное стратегическое направление – это улучшать нашу жизнь. Но, естественно, в пределах наших полномочий. Улучшения в этом году в большей степени касались благоустройства города. Сергей Николаевич отметил, для него важно, чтобы людям было комфортно. И подчеркнул, когда он только пришел к власти, полностью переформатировал подход к развитию инфраструктуры. В каждой проблеме он находит комплексный подход. Вот одни дороги. Ну, представляете, едешь по шикарной дороге, вокруг грязь, мусор, деревья падают, трава валяется. Дорога хорошая. Дорога изумительная. Ну, точно это не то, что надо мне как человеку. Поэтому вот, чем дальше я погружался в реализацию каких-то отдельных проектов, я понял, что вообще нужна комплексная программа. За ходом выполнения новых комплексных программ, журналисты местных телекомпаний, газеты, интернет-изданий пообещали внимательно следить. И, конечно, рассказывать об этом самым главным и объективным критикам – горожанам. Евгения Слаходина, Влад Набеев, телекомпания ТВ.